Йоу, всем привет. Добро пожаловать в канал Шалала. Архитектура, история и люди в городе Шанхай. Меня зовут Иван Федькин. Сергей Гречушкин, всем привет. За рулем камеры наш любимый оператор Андрей. Друзья, сегодня для вас небольшая прогулка по моему одному из любимых районов переулков Шанхая. Поговорим про архитектуру, историю и всякие интересные моменты. Ну что же, мы сидим в довольно знаковом месте. Это заведение Spread the Bagel, одно из лучших заведений с бейглами или, говоря простым языком, бубликами, пончиками с начинкой. Рядом находятся развалины тоже исторического здания, заведения. Это первый каучиз. Мы в нем были раньше. Ссылочка на этот выпуск будет в описании. Ну, я думаю, можно начинать нашу проходочку. Да. Друзья, перед тем, как мы начнем, если захотите повторить эту проходку, все ссылочки, адреса, явки под видео в описании. Ну что же, перед нами замечательный лейн. Да, коммуналочка самая обыкновенная, в которую никто не заходит практически. Но здесь мы находимся в районе Дзинань. То есть очень близко, да, в самом центре. Даунтаун. В районе... Мы где-то когда-то здесь уже ходили, что-то когда-то рассказывали. Но сегодня, наверное, тема нашего прохода о том, насколько много интересных мест можно найти на очень маленьком кусочке шанхайской земли. И исторических, и не исторических. Иван только что говорил про каучиз. Да, это была когда-то такая прямо точка встречи иностранцев. Иностранцев, потому что вот там, когда мы еще пойдем, я покажу отдельно, находился офис компании EF, что называется Education First, где кучковались английские преподы. Поэтому, соответственно, здесь всегда было очень много раньше лауаев, но потом политика партии немножко изменилась, поэтому сейчас нету такого огромного количества учителей английского, которые приезжают в Китай. Поэтому немножко это все сейчас подупало. Давай сделаем поправку. Мы снимаем этот выпуск в сентябре 2023 года, а поскольку у нас еще лежат выпуски, не выпущенные с начала 2022 года, все может поменяться, когда вы будете смотреть это видео. Да, здесь вот этот маленький лейн тоже. У меня когда-то был офис здесь напротив, поэтому я здесь очень много времени проводил. Здесь тоже все меняется, как в Китае. Обычно каждый год или каждые полгода что-то новое открывается, закрывается. В ковид все открывалось, закрывалось. Вот Брэд, правда, в последнее время вот это место стало менее популярным, чем раньше. Вот видите, мы сегодня идем. Сегодня у нас какой день? Суббота. Суббота утра. Суббота утра и еще праздник, кроме всего прочего, на дворе. Но здесь никого нету вообще, практически пусто. Пусто когда-то. Здесь все было засержено, здесь была супер популярная точка. Вот, вот теперь, значит, мы выходим на Нандин-селу, на Нанкинскую дорогу, которая исторически называлась, как все помнят, Иван. Подожди, подожди. Какое-то было иностранное название. Андрей, вырежет, вырежет момент. Баблин Уэлл Роуд. Короче, Баблин Уэлл Роуд, потому что в Динань, в Динанье был Баблин Уэлл. В храме Динанье был бассейн, из которого рюрчей, из которого била очень классная вода. Сергей, перебью буквально секунду. Друзья, посмотрите, у нас вот справа такая интересная деталь архитектуры. Это, я думаю, конец нулевых. Вот, и такой вот интересный дизайн из чата GPT. Вот, то есть, опять же, показать многогранность Шанхая. Не факт, что это здание выживет, но через лет 50. Но интересная помесь архитектуры. Да, а это у нас, соответственно, пересечение на Индинсилу и Тхунгренлу, которая раньше называлась улица Хардун. Это прикольно было, что шанхайские олигархи назвали улицу просто своим именем. Потому что вот этот весь квартал, вы видите, там торчит, Андрей покажет, торчит звезда. Мы когда-то рассказывали, это подарок товарища Сталина, товарищу Мао. Это клуб, бывший клуб советско-китайской дружбы. Но вот весь этот участок, весь этот квартал, это принадлежал семье Хардун, о которых мы уже рассказывали. Которая была любопытная семья из... Это евреи, по-моему, или нет? Да, еврейская семья из Ближнего Востока, из Ирана, которые сюда перебрались. И он сел из Хардун, он женился на китаянке, которая была наполовину китаянка, на Лизе Хардон, наполовину китаянка, наполовину француженка. Это не такая девушка легкого поведения? Именно, именно, у нее мама была легкого поведения, и, собственно, она в легком поведении, можно сказать, и родилась. И она, по-моему, кучу детей... Кучу детей усыновили, они усыновили 20 детей, 10 китайских детей, 10 европейских детей, 10 европейских... Ты из головы берешь цифры или нет? Нет, честное слово, 10 и 10. И 10 китайских детей были воспитаны буддистами, очень набожными. А 10 европейских детей... Ты еще ромет. Они были, соответственно, иудеями, а не в еврейской традиции. А вот это, кстати, задник дома. Помните, когда-то мы рассказывали про австралийских китайцев, которые приехали и открыли огромные магазины? Которых в самом центре на ННЗИМ Сеул. Да, 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 да. И вот здесь у них два дома было. Собственно, вот это задники, это их гаражи. Эти два дома до сих пор существуют, это были все равно роскошные. Короче говоря, мы находимся в центре олигархических зданий, можно сказать, старого Шанхая. Это как, наверное, Беверли Хилл с Рублевкой или... Да, так и было. ...на куча Заспа в таком ключе. В этом куске земли в начале 20 века, в этом куске Шанхая, можно было оттяпать огромный кусок земли под огромную виллу. И, собственно, что олигархия и сделали. А вот, собственно, Education Fest, вот он, прекрасный рассадник учительского искусства. Смотрите, оцените этот замечательный золотой металлик на стекле. Да, это в тот же самое время, когда и туалетная плитка. Да, это, а вот и туалетная плитка, собственно. Да. Но посмотрите, очень красивая лестница, такие кругленькие, такой какой-то брутализм или модернизм, что-то интересное. Они взяли даже какие-то идеи от лас-лихудеца, от дома самоубийц, куда мы придем. А-а-а. А, кстати, к вопросу еще об убийствах. Прямо на ли? Вот этот дом. Да, вот этот дом. Посмотрите. Это был еще один известный дом, где жил еще один известный шанхайский олигарх. Его здесь ничего об этом не сказано. Разумеется, номер 257, Хардон стрит. Его фамилия была Ши, и он был владельцем... Издательства? Да, самой крупной китайской газеты. И в 34-м году была огромная история, которая там потрясла всех. Реально, весь Шанхай потрясла. И не только Шанхай, Китай. Короче говоря, Гоминдан, который тогда руководил Китаем, санкционировал убийство его с несколькими членами его семьи из-за того, что его газета критиковала Гоминдан очень сильно. Вот, поэтому... По-моему, в машине-то расстреляли. Да, 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 да. Их расстреляли в машине, причем там погиб мальчик, друг сына, который вообще ни при чем оказался в машине и ехал с дачи. И так далее. Короче, это была действительно такая ситуация, которая всколыхнула весь Китай. Ну, а говоря о местах, которые любит Иван, Джудис. Да, библиотека. Да, библиотека Джудис. С 93-го года можно сходить. Не библиотека, клуб знакомств для заезжих международных бизнесменов. Можно найти себе переводчицу или экскурсовод. Да, ассистента. Ку. Ну, может, ассистента в зависимости от интересов клиента. А вот, собственно, да, зеленый дом. О, друзья, жир, жир пошла, красота, смотрите. О, смотри-ка, здесь, кстати, сняли забор. Это вообще здорово. То есть теперь вообще можно на него нормально посмотреть с этой стороны, потому что здесь очень долго был большой забор. Вот, это вершина постмодернизма или модернизма Шанхая 30-х годов. Ну, так называемый зеленый дом, который построил известный китайский бизнесмен. Подстроил он его в зеленом цвете, потому что он производил краску для китайской армии. И на этом, собственно, он поднялся. Все автомобили, все формы и так далее. Это первый дом в Шанхае, в котором... Residential, жилой дом в Шанхае, в котором был лифт внутри. И можно было прямо въезжать на автомобиле. Кусок земли был небольшой, но этот кусок земли этому товарищу подарил его отец, потому что там какая-то была хитрая вещь, что эта улица и та улица, которая была следующая, по-китайски они назывались теми же самыми иероглифами, которые были в его имени. Поэтому он решил, надо покупить этот кусок земли. Он был недостаточно олигархичным по размеру, но, тем не менее, Ласло Худец смог вписать вот такой офигительный дом-корабль в такое маленькое пространство. И в него пускают, по-моему, раз в году. Раз в году пускают. И, подожди, давай расскажем историю, чем дом самоубийца-то. Ну, да. Собственно, когда пришла советская власть в Китай, многие... Китайская советская. Китайская советская власть в 49-м году. Да, сначала, понятно, что всех капиталистов раскапиталистили, но в плане недвижимости был следующий подход, что ты можешь себе оставить один дом, в котором ты живешь. То есть, если у тебя 20 домов или 20 квартир, ты можешь только одну сохранить себе. Все остальное надо отдать. И, по-моему, и с подселением. Вот. Так сначала можно было просто сохранить, а потом началось подселение. Это уже дальше, уже следующий был этап. Ну, короче, классическая совковая тема. Да. Ну, и, короче говоря, вот этот товарищ, который здесь... Здесь жил. Здесь жил, владелец с женой. Они решили не уезжать из Китая. А уехать из жизни, извините. Да, и вот, соответственно, да, они здесь вместе самоубились в начале 50-х годов, когда у них хотели отнять их любимый дом. Вот. Но мы сейчас перейдем, наверное, в другую сторону или как? Или сюда? А пойдемте здесь, наверное. А, подожди, у нас еще вот этот есть прекрасный комплекс, который того же автора Ласла Худец, тот же самый наш венгерский архитектор. Ну, это просто жилой дом. 34... Там написано на опьянении, написано, что... Там написано... Ай-вэн... Ай-вэн-нинг-гон-нью. Короче говоря, эта улица называлась Avenue Road раньше. Ну, по-английски, в английской концессии. Поэтому по-китайски это было Ай-вэн-нинг, что-то такое. А и поэтому это называется Ай-вэн-нинг-апартментс. Avenue Apartments они назывались по-английски, по-китайски немножко по-другому. И поэтому они написали... Но это добавка. Подожди, давай дадим нашим зрителям затравочку. У нас будет, я думаю, в ближайшее время еще проходочка по этим интересным сквозным дворам. Сергей нашел много интересных проходных дворов. Вот, я думаю, мы сделаем спецвыпуск. Да-да-да, кстати, это спецвыпуск. Потому что в ковид это нельзя было делать, потому что все проходные дворы были заблокированы. А сейчас у нас есть раздолье. В проходных дворах обычно очень много всего интересного бывает. И мы выходим напрямую такую, я думаю, можно ее заглавить, как 80-е, 90-е, нулевые. Тут уже пошла архитектура из игры Sims в реальной жизни. Андрей, захвати эти замечательные колонны прямиком из Древней Греции. Да, вот это обшивать гранитом или каким-то камнем, это вот такой стильчик, да, был популярный, наверное, больше всего в 2010-е годы. На самом деле, кроме России и Китая, я, честно говоря, вот этого не знаю, такой традиции, где прилепляют камень вот в таком количестве. Я хотел бы рассказать Дубайн, может быть, но, наверное, вряд ли. В крайнейшей степени, да. Дубай, наверное, сразу попал в эру синих небоскребов с синим стеклом. Да. Друзья, интересный момент. Во-первых, здание справа. Это тоже какое-то правительственное заведение. Но сама архитектура, хоть и есть такой довольно типовой для шанхайских админзданий, но вот здесь как-то интересно выдержан баланс, и здание выглядит довольно интересно. Это правительство района Дзинамь. Да, кто-то, ну, точно не я, сказал, что похож на архитектуру Третьего рейха, но глупость. Но это кто-то другой сказал. А вот смотрите, слева или справа, в общем, туда, куда показан мой палец, в кустах вот это здание с синим стеклом. Там находился до 2019-2020 года известный в узких кругах в Шанхае ночной клуб «Бар Спектр», в котором можно было приобрести любые увеселительные вещества. Ну, ладно, не любые, но такое место было. Кока-колу, вино. Да, в общем, такое. Интересное заведение было. А, подождите, давайте остановимся на секундочку. Смотри, здание, которое я тебя спрашивал раньше. Вот этот особняк, и выглядит он очень аляповато. Это, наверное, пристройки, которые потом капитальным ремонтом... Да, нет, он старый, очевидно, старое здание, но оно очень сильно испорчено инновациями. И думаю, что разные там балкончики пристроили. Но я ничего про него не знаю, если честно. А вот тут, подожди, Сергей, не выбегай. А вот тут еще интересное тоже здание, думаю, 90-е. Ну, да, это 93-й, 97-й, что-нибудь такое. Такое, а запятил целый верт. Да, да, да. Здесь не хватило денег на гранит, но все, что... Не, не, я думаю, гранитом не планировался. Думаю, это идея и была в таком бетонном стиле сделать. Вот, ну, тоже интересно. Да, ну, это в то время, когда никто не думал. Получил разрешение на стройку и строишь все, что хочешь. Слушай, я думаю, что вот это здание все-таки, когда оно строилось, оно считалось таким модным торгово-жилым комплексом. Да, ну, сейчас вот, например, в Шанхае бы не разрешили бы все такое фигню забабаться без каких-то архитектурных находок. А в это, кстати, вот можно зайти тоже просто... Чудом оставшееся жилое здание, которое не тронутое практически. Внутри... Мы находимся в самом-самом-самом-самом центре. Это каким-то образом старое здание с оригинальной плиточкой. Все как есть с деревянными лестницами и коммунальными квартирами в ассортименте. Даже маленькие витражи еще есть. Кое-где остались исторические. Посмотрите-ка. Даже мы этого раньше не видели. То есть кусочки старого стекла. Односемейный дом богатых людей, которые жили в международном сеттилменте. Посмотрите на детали резные. Это дерево. Обручный кусок. Точно верно или пойдем дальше? Не, не пойдем, наверное. Ну, понятно, просто, грубо говоря, коммунальничка в хорошем состоянии. Но необычно то, что это не стало, не знаю, каким-то торговым центром или, в общем, каким-то распальцованным рестораном. А осталось тем же самым, чем это и было последние 70 лет. Вот. Так, а дальше мы, наверное, дойдем до угла. Еще покажем одно здание. Наверное, на этом будем наш маленький проход завершать. А мы пойдем в перекрестку и упремся практически в место, откуда мы начали. Да. И, друзья, буквально весь концепт этого выпуска. Я думаю, это меньше одного километра проходка. Но, как вы видите, наполненность вот этого района просто дикая. Очень много интересных вещей. Также для вас, друзья, будет под выпуском ссылочки на выпуски, у которых мало просмотров. А это практически все наши выпуски. Вот. Так что, если вы на канале у нас новый, пожалуйста. Не забывайте. Да. Не забывайте посмотреть то, что вы еще не посмотрели. Скорее всего, ничего. Но в любом случае. Андрей, я думаю, ты можешь начинать переводить. Да. Это, если посмотреть, то здесь все доминирует свис-отель, который хотел сделать очень легкий доступ к себе с улицы. И хотел снести вот это маленькое здание перед ним в стиле арт-деко. Хотели снести его реально? Да, они хотели снести, но это им не разрешили сделать, потому что в этом здании жила очень известная китайская писательница Эйлин Чан, которая называлась. Конечно, она писала про Шанхай, собственно, в самые лучшие шанхайские времена, 30-е и 40-е годы. И понятно, когда пришли коммунисты, она убежала. Она уехала в Америку, сначала в Гонконг, потом в Америку. Но, несмотря на то, что она как бы была антикоммунистическая, но она настолько произвела большое впечатление в целом на мировую литературу и на китайскую литературу, что ее считают хорошей. Она одобрена китайским государством, поэтому они решили это здание не сносить. Она, например, автор фильма, который так и так сценария. Last Cucumber, который... Ну, Last Cucumber. Last Cucumber. Last Cucumber. Короче, Иван не посмотрел фильм Last Cucumber до сих пор. На тысячи подписчиков. Это очень хороший, очень хороший фильм. Вот. На этом мы, наверное... Друзья, она была лесбиянкой или нет, по-моему? Нет, она придумала. У нее два раза были, два раза были мужья, а потом она, да, она умерла в Америке, в Лос-Анджелесе в 95-м году. И она в одиночестве, как это такое бывает. И когда она не выходила на связь неделю, все ей сломали дверь и нашли ее мертвой. На этой оптимистической ноте, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь и до новых выпусков.